вау да тут прям можно снимать фильм как мертвые восстали отсюда вышли они ребят вот я подошел к тоннелям цитофлавия которые были признаны юнеско всемирным наследием вот видите маленький мостик без единого цемента две тысячи лет назад был поставлен до сих пор стоит я думаю даже по нему пройтись а ну там тропинка есть по нему можно даже сейчас идти нормально будет я сейчас пущусь и вам все подробно расскажу почему это строение уникально туннель тянется полтора километра представляете просто в скале взять и вырубить огромный проход спрашивается вопрос для чего то что они сделали это было гениально ух ты смотрите ребят сейчас вам кое-что покажу видите вот эти штучки как вы думаете для чего они интересно дело в том что раньше чтобы повозки вот как строили древние пирамиды такие штуки были с двух сторон на них ставили специальные тележки получается эти тележки не поверху толкали на колесиках и двигались я думаю что то в этом роде здесь аналогичная схема но здесь только с одной стороны я предполагаю что когда вырили один проход он был как бы вот такой вот а потом когда увеличивали то это чуть-чуть уже отодвигали блин высота то какая вы посмотрите искусственно человек это все делал да ребят это просто обалдеть сколько штук миллионов часов работы было представляете кирками обычные люди делали это все ну что а теперь давайте вам немного истории расскажу был такой тит император и он как-то решил воевать с евреями непокорными иосиф фаби в своей книге по-моему еврейские войны блин читал 20 лет назад уже забыл в общем говоря суть в чем евреи очень долго сопротивлялись римлянам римляне захотели захватить в итоге римляне захватили город весь разграбили мужчин всех взяли в рабство и пригнали большинство мужчин сюда и они строили здесь вместе также еще солдатами и матросами уже самой римской империи просто даже рабов не хватало потому что урон был просто чудовищный я до сих пор понятия не имею как это все можно было возвести но это поражает если честно офигеть по эмоциям это гораздо круче чем египетские пирамиды короче там дальше ничего нету продолжаю нашу сказку масал по-турецки дело в том что здесь был очень очень крупный город и зимой было наводнение в городе а летом мы все изнавали от жажды прорубка этого тоннеля решала сразу две стратегические задачи отводилась вода в это русло а летом она наполнялась водой позволяла жителям поиться что пройдемся меня не грохнула потому что люди сюда не доходят враги тут вообще жесткие не представляю как эту крепость можно было взять потому что она офигеть какая чувствуешь себя каким-то первооткрывателем когда среди этого всего ходишь класс впервые вижу целый заброшенный огромный замок по которому никто не ходит там внизу спустился там конечно огромная арка такая и чернота внутри у меня фонарик не мощный честно было страшно заходить потому что я не вижу пол могу провалиться везде дырки были видимо в более низкие помещения ну чё сейчас облазим тут посмотрим все где что есть это просто наслаждение ребята да просто офигеть да здесь люди ходят редко находят и еще чуть-чуть вам видонов да кто-то тряпочку оставил когда вы не поверите но киликийское царство это есть армянское царство когда-то здесь обитали одни армяне они граничили с одной стороны с византии с другой сирии и с третьей стороны антиохии дело в том что в свое время их тигран великие завоевал эту территорию они сюда начали переселяться потом они этот ребят сложно у меня мозги отключается потому что здесь так красиво это просто обалдеть и когда я один среди такого антиквариата вот вы мне объясните что мне делать в россии скажите честно ты патриот я не знаю и вот я сдаюсь все для тех кто в танке я сдаюсь следующая моя точка это замок гюлек я тут по серпантином добрался высота прилично тут прохладно автобусов нет сзади меня и едет только одна походу туристическая машина ну чё сейчас посмотрим что это такое и с чем его и едят ох ребят здесь прохладненько однако как вы видите особо здесь от замка ничего не осталось кроме арок то есть после того как я где вчера был это просто тема ни о чем но здесь открывается более интересные виды так как здесь горы и видимо здесь гораздо прохладнее чем внизу ну как для вида неплохо чисто знаете галочка здесь был вася здесь был руся гасанов ну что вот я и в долине хвора одном из самых больших каньонов в мире и самом большом где когда-либо обитали люди давайте следуем его церковь елан и странно что здесь охранника нету потому что она представляет собой прям серьезное наследие человечество здесь очень много сохранялось росписей причем таких красивых и символичных самое интересное там было у нас захоронение ну а мы пойдем дальше да ребят гуляешь тут вообще обалдеваешь со всех сторон такие каньоны и так очень красиво прям дуб захватывает удивительно что вот здесь вот на той высоте жили люди как они туда забирались либо здесь были ступеньки которые со временем просто смыла вода так как это все знаете почему они очень ну вопрос как создавали данные пещеры ведь это с виду камень но это не так это вулканическая порода она легко обрабатывается и в ней в принципе можем сделать любые комнаты любых размеров здесь представлено 24 церкви представляете в каньоне и в округе то есть насколько набожное население здесь жило интересно чем руководствовались люди когда они сюда приезжали в принципе здесь защита от ветров зимой ну зимой наверное прохладненько так как горы здесь красиво наверное дичь жила можно было на нее охотиться гиацинка зеленая трава и фиолетовые цветы гиацинка чтобы создать реалистичные впечатления правая северная стена правая стена повествует о смерти христа в пяти сценах на желтой панели слева изображены три сцены предательства Иуды и Иисуса уведенного в одежде Иисус над Иисусом перед Кариафой вот здесь рассказывается про это только что-то тут распознать сложно к бабушке Еге заходим походу веселая такой прикольно Ну что, это, я так понимаю, погребальный комплекс, а это сама церковь. Почему-то вот рядом с церквями всегда должны были быть погребения, но это как-то странно. Эта церковь мы видим нефного типа, четыре толстые колонны. Создается такое узкое пространство, высокое. Здесь изображены, как правило, военные у нас. Дамнанос. Это где-то 10 век. Византия. Георгиос. Георгий. Сагиос. Это греческий у нас язык. Церковь красивая и отличается от всех других. Здесь нет повествовательных, получается. Вот это вот очень хорошо уцелело. Мы здесь видим отлично. Художник прорисовал драпировку. Ой, что у нас тут еще видно? Давайте посмотрим. Ну, включить же автофокус. Ага. Ну да. А, рядом с ним еще был святой. Видите? Штукатурка обваленная. Мне не нравится. Надо будет, наверное, пожаловаться в Министерство культуры Турции. Вот каждый может подойти, смотрите, и вот так вот сделать. Ее если чуть-чуть сделать, она начинает скрестись. Какой-нибудь дурачок каждый день по маленькому кусочку будет скрести. От нее аж вообще ничего не останется. Я за сохранение культуры. И здесь почему-то, видите, у них большинство вообще в других церквях, вот, дорогие сельджуки или кто это сделал, не знаю, или варвары какие-то, лица у них, не у всех. Почему? С чем связано, не знаю. У Иисуса тоже иногда лица вот так вот пошкребаны. Конечно, очень красиво. Вау. Через камеру тут видно даже лучше, чем так, ребят. Вот так вот я вообще ничего не вижу в реальности. А через камеру тут прям я вижу даже образ какой-то. Короче, это я фанат вот этого всего. Ну, вы рассмотрите, думаете, блин, нахера он это все так показывает детально? Это ж безумно интересно. Это ж византийская история, ребят. Вот. Мы же, получается, как Третий Рим, соответственно. Мы вообще должны знать византийскую историю. Тогда почему мы ее не изучаем? Посмотрите. Тоже прикольно, да? Вот так вот раньше жили люди. Ну, разумеется, здесь был, наверное, вход более широкий. Как всегда, здесь все обвалилось. Кстати, почему здесь все обвалилось, я задался вопросом. Только сейчас. Вообще все. Есть предположение, что здесь было землетрясение. И довольно-таки сильное. Другого объяснения я пока что не могу найти. Почему половина вообще всех домов все просто обвалено. Церковь Алла. Одна из самых впечатляющих и больших церквей Каппадокия. Крайне необычная по своей архитектуре. Обалдеть. Рисунков здесь сохранилось мало, но даже по ним мы можем судить. Я вам чуть позже покажу это. О качестве изображения. У нас тут есть два притвора. Вот, посмотрите. Детализация просто поражает. Скорее всего, это был константинопольский дорогущий художник. Давайте здесь зайдем, посмотрим. А здесь еще не был. Обалдеть. Вы посмотрите, детализация одежды. Для тех времен, это где-то 900 лет тому назад. Это офигительная архитектура. Тогда не было еще ни Андрея Рублевых, ни других художников. Ну-ка. Обалдеть. Так, темные тона, получается, у нас здесь видно темный фон. Темные краски тогда стоили дорого. Это значит, говорит о том, что здесь какой-то был спонсор очень-очень крутой. Что мы тут еще видим? Вот такие вот отверстия. Мне их предназначение непонятно. Но вы учтите, что здесь был раньше склад, куда хранили лен. Вот там вот сзади находится еще одна церковь, но от нее почти ничего не осталось. В 19 веке турки использовали. Вот здесь, наверное, икона стояла. Вот здесь вот везде изображены великие, как их называют, святые. Вот этот со щитом. Мы видим, значит, это был военный воитель. Здесь какие-то святые, уже не воинственные, но, скорее всего, это правители. Интересно, что вот это вот за выемка такая внутри полукруглая. Вот здесь вот точно стояла икона. А вот это, возможно, здесь были свечи. Кто-нибудь если знает, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Сели мы в самый крупный Каппадекис. Огонь горел внутри ямы, а боковая щита насыщала огонь кислородом и позволяла повару топить уголем. Терраса наверху. Тут что-то было. Судя по вот этому, здесь, наверное, костер жгли. Вот здесь вот тоже костер. Вот здесь вот полочки. Так, а вот это странно. Это кухня, что ли? Где-то они должны были спать, но явно не здесь. Ля, прикольно. Офигеть. И уникальный уровень дизайна. И нижней части есть шесть арочных ниш. В каждой из которых есть арочная ниша и скамейка для сидения и сна. Только в одной нише, где-то справа. Кровать. Второй зал. С цилиндрическим сводом гигантских размеров. Семнадцать метров глубиной. Шесть метров шириной. Блин, это целый город пещерный. Я впервые такое подобное вижу. Если что, это аудио не по этому. Это у нас базилика. А вот это, ребята, церковь. И это чувствуется по полукругу. Вот здесь вот иконы, походу, были. Нет. Рисунков здесь нет. Они говорят, каких-то рисунков я их не вижу. Вот, ребята, я нашел, наконец, церковь. Не набьется смоченный каталог. Боковые проходы содержат глухие армии и закачиваются икалифные оксиды. Высокая оксида закуплена назад и приподнята на ступеньку выше платформы на окрас. Над оксидой видны остатки множества ниши для экрана иконостаса. Два карниза разделяют оксиду на три регистра. Альян, Миран и закрозу Кресту, Москва. Туристы, Саландоры и невестные войска, стоящие в армии. А просто, Иван, Аараш и Вагнан стоят в среднем счастье. У нижней регистра есть тропка федерального собора. И сила, Малавай, скамья, для руководителей церкви, которые сидели посреди отцов церкви на дниже стены. Прикольно. Вот здесь, наверное, все было плохом. Тут вообще ничего нет. Я зашел в якобы часовню. Написано, что это она. Но это немного не часовня. Я не знаю, почему они так написали. Здесь, скорее всего, жили священнослужители. Объясню, почему. Видите, вот такие вот... Проемы. Раз, два. Здесь вообще могу жить даже несколько. Вот так вот. А вот какие-то орнаменты. Здесь нету ничего такого, что могла бы звенеть. В том числе и там. Там люди фоткаются. Поэтому обозначения у них очень странные. Включая и там религиозный кафедрал, церковь и еще какая-то комната. У меня под вопросом. Я бы здесь сделал бы больше исследований. Мне кажется, здесь что-то очень жестко поошибались ребята. Ну да, красивый вид.